Смотрите, как будто одно и то же, не одно и то же. Видите уже, какая появилась у нас поленница. Вот, хлопца работает, просто держит. Настенька, Ксения работает тут. Сегодня у нас в лагере Степа Устинов. Видите как. И сразу тут помощь нам пришла. Сегодня вот в бак напустили туда рыбы. Детям будут смотреть. Никита поймал. Они любят наблюдать за рыбой. Ну, вот тут что. Вот и Степина мама пришла сегодня. Щебарничает. Щебарничает, то есть с посудой возится. Ножом нигде по клеенке не черпнуть. Посуду ставь так, чтобы закрась, стола не выступала. Подвинь ее подальше. Больше половины ведра жидкости, чтобы не было. Ребенка крикнет, сразу вынесут. Пол земляной, покрытый рифленым железом корабельным, палуба. Если вода будет, значит, утонешь. Все. Давайте. Подожди маленько там. Подожди, я подойду. Покажу сейчас. Наши девушки работают. Вот они. Вот и готовят они. Сами вываливают, собирают. Об этом даже думать не надо было, чтобы сами делали. Все, сами. Пожалуйста. Это шкурки на костер. Вот нас теперь одного человека не хватает, чтобы костер был. Вот она уже знает, что нужно. Надо положить. Дальше ровно сделать на углы. Уже не учишь ничего. Она сделает, а то хозяйка растет. Вот это хозяюшки молоденькие, пятилетние, двойнашки. Вот они работают здесь. Ксения подбирает. Никита здесь сортирует куда что. Витю позовем большие. Будет он пилить. Это я накидал. Готовлю, чтобы пилить детям. Небольшие. Диаметр там 7 сантиметров где-то. Это наш шалаш. Вот в нем можно будет от дождя спрятаться, прийти. Большой шалаш. На 30 человек сделали мы. Детям все это нравится. Вот так. Надо быть хозяином земли. Вот уже чистая поверхность. А Володя, Володя, как всегда, находит работу. Вот вчера Никита здесь выкопал. Выкопал, говорю. Выдрал траву. И теперь видать, что это такое. Я говорю, внизу траву не трогай. Там пташка летала. Может быть, у нее и гнездо есть. Но тут трудно ей выжиться будет. А для чего? Потому что в траве не видно. Был забор этот. И сходу корова бодается. Друг друга могли спихнуть. А теперь они видят, что это отдельно. Это Игорь Третьяков тут делал. Городил. Городил. Вот так. Видите, как вот. Заботятся детям, нечем заняться. А смотри, сколько ведерок. Это утром они за водой идут. Они знают, как воду достать. Это у нас умывальник. На 10 трожков. Ну, меньше не стали остальные прикручивать. Вода протекает. Это самим стирать. Все, когда носочки, платочки. Стирка идет на машины стиральной. А это Володя сказал. Володя, надо убрать тут рядом крапиву. Потому что в ней гнездятся комары. Вот он выбрал время свободное. Я даже не пойду туда. Вот. Дальше поля. Поля то. Раньше тут кто-то другой был. А это вот столбы. Корчины тут электролинии. Так вот и должна быть видать. Сейчас не видать. Элеватор. Дождик маленький моросит. Летят птицы. Много птиц. Это наша столовая. Комариков отдувает ветерок. Вот надо все это сделать. Вчера мы поставили этот крест. Он ветром его сильно согнуло. А вчера мы его поставили прямой. Вот он где. Где молятся они. Коровы мешали. Загородили от коров. Здесь Евангелие положить. Яма была бульдозером зарыли. Это бывшая воднотворная башня. Вот он крест какой. Представьте себе. Вот. Дети нечем заняться. Трудом занимать. Не надо. А то затейники специально. Ничего подобного. И... Так пойду дождик меня захватывает. Тут невозможно уже. Вот они. Кто там стоит? Не работает. Кто там? Маша? Я их. Ну да, Маша. Ну-ка покажись. Ага. Трехэтажная юбка у нее. Это Маша. А от которой в два этажа юбка. Вот. Поменьше. Это Софья. Вот я так их различаю. Это старшая сестра Виктория. Ну, работница настоящая. Я зайду сюда. Чтоб дождем меня не мочило. Еще про окрестность скажу. Там у нас росли раньше бахчи. И пустошь. Потом была пустошь. Это значит незасеянная. На коне едешь. И голова такая видать. Вот такая трава. На коне. Вот. Это вообще удивительное было. Время-то. Ну, и дальше там стоило было. Где в обедцы были. И там я прятал ведро. На веревке заброшу. А веревку-то не видать. Чтобы водой выливать сусликов. А сейчас ни одного суслика нигде нет. Нет. Тогда было много. Много. Просто много. Один день я поймал 70 штук. Это ободрать. Шкурки высушить надо. И грызуны. Суслик он только что где-то на полях. Это не крыса. Он не вредный. Вредный только там для посева где. Вот оно где-то. Вот здесь работает. Вот Андрюша. Закутался. Ты шибко закутался уж, Андрей. Прямо закубарился. Вот показать, что у нас есть. Видите, какой. Везде показано, что идет видеозапись. Вот она ведет запись. Другие идет запись. И вот здесь идет для интернета. Вот так. Вчера мы тут. Вот это называется от муторака. Я о ней говорил. Вот она келья. Под ней тут вот эту печь завалили. А труба с той стороны проходит. На которую коммунист говорил. Вожь тепло любит. Вот вчера мы с Никитой делали. Заново все занемели. Подняли. Видите, новые столбы. Внизу отработка промазана. Ну, все сделали. Сделали. Когда в обед пришли обедать, у нас уже готово. Рядом скамеечка посидеть есть, где детям. Ну, а тут столб маленько в стороне не доставал. Ну, пришлось сверху. Значит, они сразу отломят. Видите, как прибиты. Здесь не оборудовано нынче. Маленьких таких нет, не играют. Ну, там они огородят что-то. Песок надо убрать. А здесь. Вот, смотрите. Покажу сейчас еще. Вот у нас здесь ласточки. Вывели уже гнездо. Гнездо вывели этих. Ластощат. Вот тут не видать. Еще так просто. А внизу поставил я тазик с водой. Вот он. Кошки могут допрыгнуть. А тут тазик с водой. Кошка чистоплотное животное. И она туда не полезет. Этим ласточек спасаем. Видите, как пушинка упала. Газетами заслана. Обедаем, когда здесь. Чтобы туда сохранить их. А ласточки. И вот здесь как-то одно время. Вот она летает рядом. Тресогузка. Свила гнездо. Вот прямо. Ну, где-то здесь. Рядом. Рукой заслана треха. Тогда мы здесь вот эти проходы затянули палатками и обходили. Не стали туда заходить, пока она не вывела. Пока не вывела и не выкормила. Потом в этой келье было. Сейчас, наверное, нет. Так. Было гнездо. Но уже не видать его. В этой келье. Матрасы ждут новых клиентов. Насельников. Вот так. Разные-разные тут птички. И вот здесь дождик накрапывает. Ага. А ласточка там и сидит. Прямо в гнезде. Плохо видно. Света тут нету. Хвостик торчит только. И келью эту не закрывает. И решили эту келью отдать ласточкам. Больше сюда не заходить. Матрасы. Все готово. Но тут жить не буду до тех пор, пока ласточка не выведет. И не выведет птенцов. Эти палочки. Она там на ней приспособилась. Подходить нельзя. Я выхожу. Видите, как слеги еще сделаны. Замазано. Сверху шифер. Из ничего. Как писал коммунист. Вопиющая бедность. Да вы же довели до бедности. И главное, вопиющая бедность. А у него не бедность. Ограбили государство. Народ. Разные анголы, Кубу. Всех кормили. Кормили только для того, чтобы они воевали. Тут ласточка тоже залетает. Еще одна. Это я прошел через столовую. Сейчас большой зал. Дальше это большой зал. Там почти не видно ничего. Видите, сколько сидений и столов. Иногда бывают две очереди. Сразу одновременно вот эти столы все заполнено. И там обедают. Что-то там спрашивают. Что он ищет-то? Время-то сколько у нас? Я не знаю время-то. Непонятно, сейчас то ли остановились, то ли еще. Надо посмотреть. Все.